Привет, с вами Нейерл, и это каст-матча на 1 на 1 между игроками Аки и Эджа. Эта игра проходит на той же карте, что и первая игра из серии Гринтус Гордж. И эта игра является финальной игрой в турнире 1 на 1 ESL. Эта игра определит победителя. И в этой игре Аки играет не за Тиранит, так как он играл в первой игре. В самой первой игре он проиграл. Ожидается, что вы смотрели первую игру серии, если смотрите эту. Он первую игру проиграл, и вторую игру играл за Хаос, и он выиграл. Эджа, похоже, для этой карты решил опять играть за Паука Варпа, но на этот раз он пошел в немного другой билд. Возможно, специально против Имперской Гвардии. И лорд-генерал находится в довольно тяжелой ситуации. Вся его свита была убита. Сейчас он остался 1 на 1 с Пауком Варпа. Это довольно тяжелая... Конечно, у лорда-генерала не было возможности победить Паука Варпа в дальнем бою, потому что он намного мобильнее может телепортироваться. Но это не значит, что не надо пытаться. Хотя, да, это значит, что не надо пытаться. Это бессмысленно. Но все-таки ценой потери телохранителей он смог оттеснить Паука Варпа. И Эджа быстро-быстро делает шурикенную пушку. Похоже, он решает сразу же пропустить Банши. Да, против Имперской Гвардии Банши бесполезны практически. Он вместо этого идет в Остражников, и он дает им щиты и гранаты. Умелая граната может просто порвать отряд Имперских Гвардейцев. Сентинал, в принципе, тоже может. Потому что граната Стражников плазменная, а плазменные гранаты просто плазменная. Плазма носят дополнительный урон по юнитам с типом брони тяжелая пехота, которым является Сентинал. И отличная граната полностью убивает отряд Имперских Гвардейцев. Одна точная граната. И посмотрим, уйдет ли сейчас этот Сентинал. Но это было впечатляюще. Вот что значит хороший микроконтроль и хороший выбор билда. Конечно, сейчас Аки будет отброшен, но не нужно торопиться отдавать игру Эдже. В предыдущей игре Аки также в самом начале потерял один из отрядов, но он сумел выкарабкаться и одержал очень убедительную победу. Посмотрим, что произойдет в этот раз. Да, он выводит на поле боя Катачанцев. Эдже идет в практически классический билд. Хотя почему практически? Это классический билд. В двух шурикенных... Билд двух шурикенных пушек. Этот билд значит, что он будет использовать две шурикенные пушки, прикрывая одну из них другой. Таким образом, даже если враг, скажем, подойдет к одной из них, вторая будет его прикрывать, все равно атакует урага. Это очень мощный билд за Эльдар. Этот Сентинел находится в опасности, так как... Аки сделал еще один отряд гвардейцев. Они всегда полезны, хотя бы для починки Сентинелла. Сентинелл довольно хилый, но его главная сила заключается в том, что его можно чинить. В общем-то, это не его главная сила. Его главная сила — это его топот, благодаря которому он становится довольно полезен для боев с пехотой ближнего боя. Но при сражениях с врагами в дальнем бою возможность его чинить тоже очень полезна, потому как зачастую враг обращает на Сентинелл больше внимания, потому что он такой большой и отображается треугольничком на карте. Несмотря на то, что у него маленький урон, враг обычно концентрирует огонь на нем, и Сентинелл можно чинить довольно долго и одновременно с этим вталкивать врага. Благодаря этому можно оставаться на поле боя намного дольше. Конечно, если враг поймет, в чем дело, и просто атакует пехоту вместо Сентинелла, это уже будет сложнее. Сентинелл использует топот. Граната! Предыдущая такая граната убила отряд гвардейцев Аки. И Аки делает второй отряд катачанцев. Похоже, он решил отвечать на два отряда шурикенок двумя отрядами катачанцев. Посмотрим, как у него это получится. То есть, скорее всего, получится Сентинелл мертв. Нет, правда, но если тут есть хоть что-нибудь, что может стрелять... Ха, а тут нет ничего, что может стрелять. Мой вывод оказался поспешным, и мне очень стыдно. Сейчас Сентинелл будет починен. И похоже, что Аки, традиционно потеряв отряд в самом начале игры, сумел постановить ситуацию на поле боя. Конечно, он еще не выигрывает, но они идут уже примерно вровень. Он решил немного похарасить генератора своего соперника. Посмотрим, удастся ли ему это. Отличный гранатомет. Конечно, он никого не убивает. Гранатомет носит довольно мало урона. Его главная сила в том, что он отбрасывает. Так что он становится полезен, как замена штурмовым юнитам, которых у гвардейцев нет на первом тире. Сентинелл, он не был починен. И Эджи сейчас располагает на центре свои две шурикенки. Конечно, Аки, я думаю, что ему следует переходить на второй тир и делать мантику... Это Сентинелл мертв. Я не знаю, возможно, Аки просто забыл про то, что он здесь был. Возможно, он смотрел куда-нибудь в другую сторону. Это, конечно, очень неудачно для него. И, что я думаю, Аки нужно делать, это переходить на второй тир и доставать мантикору. И насмехаться над всеми статическими... Статическими... Просто раскладывающимися орудиями Эджи. Потому как мантикоры очень эффективны против них. Да и просто... Они очень эффективны против всей армии Эджи. Так как даже если у них очень мало жизней, у Эльдар очень мало жизней, и даже если они попадут всего лишь под несколько ракет мантикора, это будет очень эффективно против них. Аки собирается выстрелить с дробовика, да. Красивый разлет листвы. И космический Рэмбо вынужден отступить. Скорее всего. Будут вынуждены отступить. У них довольно мало жизней. Аргх! Что случилось? А! Похоже, он потерял своего лорда-генерала. Он... Может, он просто забыл о том, что он здесь был. Он говорит, слишком много шурикенок. Да, он прав. Против имперской гвардии этот билд очень силен. Имперская гвардия... Хе. Эджи говорит, я думал, что катачанцы контрят все. Трольфейс. Нет, катачанцы контрят не все. Где другой отряд катачанцев? И да, Аки надо выходить на второй тир. Срочно. То, что он... Возможно, его ошибкой было даже то, что он заказывал второй отряд катачанцев. Хотя, возможно, это не было ошибкой, а было именно тем, что позволило ему... Вообще, до сих пор держаться в битве с Эджей. Мнения разнятся. Варп Спайдер атакует... Гвардейцев. Телепортируется от этого гранатомета. И у Аки теперь есть призрачные стражи. Не у Аки, у Эджи. Аки игрок за имперскую гвардию, а не за Эльдар. Внезапно мне пришло в голову, что... В предыдущих кастах я тоже мог путать их имена. И этого не замечать. Кстати, катачанцы сейчас умрут. Да, у них осталось три жизни. Умерли. Еще одна большая потеря для Аки. И призрачные стражи очень эффективны против стрелковой пехоты. Еще одна великолепная граната от Эджи. Уничтожает отряд Аки. И... Я думаю, Аке уже пора говорить о ГГ. Потому что... Конечно... Ну, я сомневаюсь, что он сможет вернуться после такого. Он потерял два отряда пехоты. Он терял своего командира. Он потерял своих катачанцев. Да, ему явно стоит потренироваться. Играть за имперскую гвардию. В то время как Эджа за Эльдар. Играет практически идеально. И сейчас у Аки остается один отряд гвардейцев и один отряд катачанцев. У Эджа... Эджа уже на втором тире. У него есть призрачные стражи, которые эффективны против стрелковой пехоты. То есть того, что есть у Аки. Да, и они наносят огромный урон катачанцам. А, и они сейчас умрут. Нет, не умерли. Аки говорит... Ну тогда ГГ. Это была очень быстрая игра. Даки говорит, что он постоянно встречается со спам-шурикенками. Мы подвели вас, сэр. Итак, это была очень короткая игра. Всего 10 минут. И в ней мы видели отличную игру от Эджи. Он великолепно использовал гранаты. Он пошел в правильный билд. То есть он сделал два отряда стражей, чтобы эти гранаты удобно эксплуатировать. Потом он пошел в две шурикенки. Зная, что у Аки нет штурмовых юнитов. Только катачанцы. Катачанцы тоже считаются, конечно, штурмовым юнитом. Но они в этой части послабее своих аналогов. Ну и после того, как он убил два отряда пехоты и отряд катачанцев. Эджи фактически выиграл. Конечно, я думаю, что Аки сделал ошибку, когда он пошел в два отряда катачанцев. Не знаю. Это довольно... Непонятное решение, что ли. Оно непонятное. Оно неоднозначное. Точно я вспомнил слово «неоднозначное» решение. Потому что, с одной стороны, это могло задержать его на первом тире и дать Эдже пространство для маневра. Но с другой-то, возможно, что именно благодаря ним он столько времени продержался. Десять минут. Ладно. Это последняя игра из турнира GSL... ESL. ESL 1 на 1. Эдже стал победителем, одержав очень уверенную победу. До свидания.